Всем привет, друзья! Сегодня мне не терпится поделиться с вами невероятно простым и быстрым рецептом пасхального кулича. Тесто словно пух, нежнейшее и очень вкусное, а аромат просто сводит с ума еще в процессе готовки. Долго вымешивать ничего не нужно, выстаивать тоже. А все благодаря маленькому секрету, которым я очень часто пользуюсь. Так что смотрите внимательно. Для начала подготовим начинку. Я очень люблю делать куличи с изюмом. У меня здесь грамм 100, обычный темный. Я его хорошенько промываю и заливаю коньяком. Так тесто получится намного вкуснее и ароматнее. Если не хотите использовать алкоголь, залейте просто горячей водой минут на 10-15. Теперь берем сотейник с толстым дном и выливаем 100 мл молока. Делаем маленький огонь и нам нужно его слегка нагреть, чтобы оно было теплым, но не горячим. Это важно. В отдельную емкость выливаем теплое молоко и высыпаем быстродействующие дрожжи. 10 грамм. Я очень люблю использовать дрожжи именно этой торговой марки. Результат всегда потрясающий. Не зря они очень быстро исчезают с полок супермаркетов. Правильные дрожжи это главный секрет успешного приготовления. Добавляем теперь 2 столовые ложки сахара и хорошенько перемешиваем до полного растворения всех комочков. Вот такая вот жидкость в итоге должна получиться. Накрываем емкость пищевой пленкой и даем постоять так буквально 10 минут. А пока в большую сухую и чистую миску разбиваем 3 яйца комнатной температуры. Добавляем немного соли для вкуса и высыпаем оставшийся сахар. Хорошенько венчиком взбиваем яйца с сахаром буквально пару минут. Миксер для этого нам совершенно не нужен. Можно кстати взбить и обычной вилкой. Еще для аромата можно добавить ванильный сахар или натуральный экстракт ванили. Сегодня я выберу экстракт. Нам нужно буквально 3-4 капельки. Аромат потрясающий. Перемешиваем все ложкой. Теперь проверяем как наша опара. Ох, дрожжи хорошо уже заработали и можно выливать готовую опару к яйцам. Все аккуратно перемешиваем и берем сито. Добавляем сюда муку обычную пшеничную. Половину от всей массы. Это грамм 185. Главное муку хорошенько просеять. Это второй важный секрет. Тесто получится очень пористым и воздушным. Обязательно для аромата я еще добавляю цедру одного лимона. Уж очень вкусно получается. Не спеша ложкой теперь все аккуратно перемешиваем. Главное, чтобы не было комочков и мука полностью перемешалась с остальными ингредиентами. Вот такая вот жидковатая однородная масса в итоге получилась. Высыпаем теперь сюда оставшуюся муку. Всего у меня ушло 370 грамм муки. Тоже обязательно просеиваем ее. И теперь руками замешиваем тесто. Тесто вначале будет очень липким и захочется сразу подсыпать еще муки. Ни в коем случае этого не делайте. Лишней мукой забивать тесто нам совершенно не нужно. Иначе оно получится тяжелым и совершенно не таким. Вымешиваем до тех пор, пока не будет видно муки и тесто станет однородным. У меня на это ушло минут 5-7, не больше. Наш изюм хорошо настоялся и теперь отправляем его в тесто без жидкости. Ароматы уже бешеные, так что обязательно перед готовкой хорошенько поешьте. Изюм хорошо перемешиваем с тестом. Тесто, кстати, уже меньше липнет к рукам. Теперь сливочное масло. Обязательно берите только жирностью не менее 82%. Это третий секрет удачного и вкусного кулича. Масло нам нужно всего 150 грамм. Оно должно быть мягенькое, комнатной температуры. Масло нарезаем небольшими кусочками, чтобы удобнее с ним было дальше работать. И теперь по одному кусочку вмешиваем масло в тесто. Как только порция масла растворилась, добавляем следующую. Так проделываем со всеми кусочками. Теперь хорошенько вымешиваем тесто буквально пару минут. Удобнее всего это делать в деревянной или стеклянной посуде. Тесто должно быть мягенькое, очень однородное, без комочков масла и муки. Это важно. Вот такое вот как у меня. Перекладываем готовое тесто в стеклянную большую емкость, ничем не смазывая предварительно и не посыпая мукой. Емкость должна быть сухой. Накрываем влажной салфеткой и отправляем в теплое место немного постоять. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. У меня тесто стояло минут 25. За это время как раз можно убрать все лишнее. Тесто очень хорошо подошло и увеличилось в объеме. И посмотрите, какое оно живое. Немного припыляем поверхность стола мукой и аккуратно выкладываем наше тесто. Обминаем его пару раз, но не вымешиваем. Оно получается очень мягеньким, нежным и уже практически не липнет к рукам. Для выпекания я буду использовать готовые одноразовые формочки диаметром 13 сантиметров. Мне нужно 3 штучки. Теперь разделяем тесто на 3 примерно равные части. Это тесто моя любовь. Нужно только один раз его приготовить, чтобы влюбиться навсегда в его магию и этот процесс приготовления. Аккуратно перекладываем тесто в формочки. Равномерно распределяем по всей форме, чтобы не было пустых мест. И пару раз постучим формой об стол. Перекладываем готовые формочки на доску, например, или сразу на противень. Накрываем сверху влажным полотенцем и даем постоять, чтобы они хорошенько поднялись. Время зависит от вашего терпения и желания. Но долго ждать не нужно. Минут 15 будет достаточно. Теперь убираем полотенце. Ох, какая красота! Отлично поднялись, а все благодаря правильным дрожжам. Аккуратно перекладываю готовые куличики на противень в разогретую до 180 градусов духовку. И буду выпекать минут 30-35. Время выпекания зависит от вашей духовки. Поэтому смотрите по внешнему виду. Как только пасочки хорошо зарумянились, достаем их из духовки и проверяем готовность деревянной шпажкой. Она должна быть полностью сухой. Теперь даем нашим куличикам полностью остыть, накрыв их сухим хлопковым полотенцем. А пока приготовим самую вкусную глазурь. Для этого в сухую чистую емкость выливаем белки из двух яиц. Очень аккуратно отделяйте желтки от белка. Желтки нам не нужны в этом рецепте, поэтому выкладываем их в другую емкость. Они пригодятся для следующих. Высыпаем немного соли и теперь хорошенько взбиваем миксером. Сначала на средних оборотах. Как только масса стала увеличиваться в объеме и становиться плотнее, увеличиваем скорость. У нас должна получиться устойчивая пенка. На этом этапе нужно добавить сахарную пудру. Можно сделать самим, а можно взять уже готовую. Я использую пудру торговой марки доктор Откер. Она мне нравится тем, что абсолютно не хрустит на зубах в готовом блюде и уже идет с ароматом ванили. Для выпечки это то, что нужно. Высыпаем порционно сахарную пудру в белки и взбиваем на больших оборотах. Масса сразу на глазах превращается в нежнейшую глазурь. Нам нужно 150-160 грамм сахарной пудры. Это как раз два пакетика. Взбиваем белки до устойчивых пиков. Под конец взбивания нужно обязательно добавить еще один важный ингредиент. Это лимонный сок. Где-то столовую ложку. И еще пару раз взбиваем. В итоге получается настоящая глазурь идеальной консистенции и с превосходным вкусом. Наши куличи уже полностью остыли. Осталось освободить их от формочек, в которых они выпекались. И красиво украсить. Аккуратно снимаем бумагу с каждого кулича. Посмотрите, ничего не подгорело. Цвет ровный, золотистый. А тесто мягенькое-мягенькое. Как и должно быть. Теперь каждый кулич сверху обмазываем готовой глазурью. Быстрее всего и аккуратнее это делается так. Переворачиваем кулич верхушкой вниз. Опускаем в емкость с глазурью и пару раз прокручиваем, чтобы вся шапочка обильно была ею покрыта. Вот так. Так проделываем со всеми пасочками. Мне очень нравится такой метод покрытия глазурью. А вы как это делаете? Напишите мне в комментариях. Уверена, у вас есть свой быстрый способ. Глазурь не течет и самое главное, она остается мягенькой и не превращается в корку на второй, третий или четвертый день. Белые шапочки я еще украшу декоративными шариками. Конечно, украшение можно сделать абсолютно любое и здесь все зависит от вашей фантазии и желания. Но когда нужно быстро, красиво и без вреда для здоровья, можно взять готовую посыпку. Главное, чтобы она была из натуральных ингредиентов. По-моему, получилось неплохо. Да, очень нарядно и главное быстро. А вы что скажете? Уже не терпится разрезать и посмотреть, какое тесто получилось внутри. Режутся куличики очень легко, как по маслу. Уф, посмотрите какая красота! Мягенькое тесто, словно облачко. А этот аромат, если бы вы только могли его сейчас услышать. Пористое тесто, совершенно несложное в приготовлении, минимум продуктов и нет никакой мороки. А главное, такие куличи получаются абсолютно у всех с первого раза. Проверено. Эти пасочки долго не черствеют и остаются такими же вкусными, как и в первый день. Из одного замеса получаются вот такие три высокие пасочки среднего размера. Очень рекомендую приготовить такое тесто. Не пожалеете! Настоящие куличи, как в детстве у бабушки. Все пропорции я указала в описании под видео. Делюсь с вами рецептом быстрого и очень вкусного, влажного пасхального кулича без дрожжей. Не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы точно не потерять этот рецепт. Жмите на колокольчик, так вы первыми будете узнавать о новых видео. Этот кулич со стола улетает просто первым. Поверьте, готовится он очень быстро и при этом получается несомненно полезнее. Этот рецепт рассчитан на один кулич среднего размера. Специально, чтобы вы смогли сами спланировать, сколько куличей вы хотите испечь. Просто увеличивайте количество ингредиентов пропорционально и все получится. Все подробные пропорции указаны в конце видео и в описании. Приготовьте и достаньте продукты заранее. Желательно, чтобы они были комнатной температуры. Сначала нужно подготовить изюм. Вы также можете использовать любые другие любимые сухофрукты. Изюм сначала нужно хорошо промыть в холодной воде, а затем залить на 15-20 минут горячей водой. Как раз пока будет замачиваться наш изюм, мы приготовим тесто. Да-да, на приготовление кулича у нас уйдет всего минут 15, не больше. Начнем приготовление теста с того, что смешаем все сухие ингредиенты. В заранее просеянную муку высыпаем кукурузный крахмал. Он поможет сделать текстуру теста более нежной. Далее добавляем разрыхлитель. Ванильный сахар. Можно заменить на ванилин или ванильный экстракт. Осталась щепотка соли и немного соды. Все хорошо перемешиваем. Теперь в отдельную емкость разбиваем одно яйцо и высыпаем сразу весь сахар. Нам нужно хорошо взбить яйцо с сахаром в пышную белую пену. Сделать это можно и при помощи обычного венчика, но миксером это конечно же будет сделать гораздо быстрее и проще. Взбиваем постепенно, увеличивая скорость до тех пор, пока масса не станет нежной и воздушной. Теперь в массу выливаем молоко. Оно обязательно должно быть теплое, но не горячее. Примерно 30-40 градусов. И теперь будем добавлять сметану. Она должна быть комнатной температуры. И снова все хорошо перемешиваем при помощи миксера. Далее нам нужно добавить растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно не было слишком горячим. Обязательно остудите его перед тем, как вливать в тесто. Сливочное масло используйте качественное, не менее 82% жирности. Этот нюанс поможет сделать кулич действительно очень вкусным. Теперь постепенно будем добавлять сухие ингредиенты к жидким. Делайте это небольшими порциями, тщательно перемешивая тесто при помощи венчика. Посмотрите, какое получается тесто. Оно эластичное, однородное и довольно живое. Теперь добавим изюм. Я люблю выпечку с изюмом, поэтому добавляю его очень щедро. Вы можете регулировать количество на свой вкус. Готовое тесто нужно оставить минут на 5-10, а пока включим духовку, чтобы она разогрелась. Наполняем форму для кулича примерно на 2 трети. Я использую бумажные формы, но можно использовать и разъемные. Но тогда форму смажьте сливочным или растительным маслом. Выпекать будем примерно в течение 50-60 минут при температуре 180 градусов в уже заранее разогретой духовке. Время приготовления зависит от выбранной вами формы, ну и конечно же от плиты. Пока кулич выпекается, приготовим глазурь. Будем готовить классическую белую глазурь для куличей. Глазурь по этому рецепту получается очень пышная, не оседает и не стекает. Она смотрится очень нарядной белоснежной шапочкой на румяных куличах. Нам понадобится белок от одного яйца, сахарная пудра и сок половинки лимона. Белок нужно хорошо взбить до образования пены. Я буду взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда вы увидите вот такую пышную пенку, можно постепенно добавлять сахарную пудру. Взбивайте на средней скорости. Теперь выливаем сок половины лимона. Можно заменить на лимонную кислоту, но с настоящим соком и вкуснее и полезнее. Постепенно добавляя сахарную пудру, приготовим глазурь желаемой густоты. Посмотрите, какая пышная глазурь у нас получилась. Такого количества точно хватит для украшения 3-4 средних куличей. Ну а теперь вернемся к нашему куличу. Готовность проверить деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Как видите, на поверхности кулича появились заметные трещинки. Так обычно происходит с хорошим кексовым тестом и является показателем качества. Да-да, этот кулич многим напоминает кекс. Но поверьте, вкус у него совсем другой. Когда кулич полностью остынет, снимаем бумажную форму и можно украшать. Наверное, самый простой способ украсить глазурью кулич, это просто окунуть его в глазурь. Посмотрите, какая белая пышная шапка у нас получилась. По желанию можно создать разные рисунки или подтеки с помощью глазури. Теперь традиционно посыпаем кондитерской посыпкой. И все, наш кулич готов. Очень нежный, абсолютно не сухой и очень ароматный кулич получился. Конечно, вы можете сами регулировать количество изюма и сухофруктов. Как видите, в моем варианте изюма достаточно много. Тесто получается пористое, немного влажное и очень нежное. Такой кулич может послужить отличной альтернативой, традиционным вариантом, если вы не хотите тратить много времени на выпечку или не любите дрожжевое тесто. Я уверена, такой кулич вы еще точно не пробовали. Очень нежный, воздушный и неимоверно пористый. До чего же он мягкий и ароматный. Тесто просто сказочное. Он в миру сладкий, долго остается мягким и не черствеет. Хотя я абсолютно уверена, что он у вас точно долго не залежится. Просто невозможно описать словами, насколько он вкусный. И абсолютно не сложный. Все ингредиенты и пропорции указаны в описании. Сразу парочка секретов. Чтобы замесить хорошее тесто на творожные куличи, стоит не поскупиться и приобрести свежие и качественные продукты. Вкусный нежный кулич без дрожжей готовится быстро и долго остается свежим. Изюм можно не добавлять или заменить другими сухофруктами или цукатами. Кстати, при желании вы можете добавить в тесто цедру цитрусовых и немного ароматного алкоголя. Итак, давайте готовить. В отдельную емкость выкладываем растопленное сливочное масло. Сильно растапливать его не нужно. Оно должно держать форму, но быть мягким. Вот так как у меня. Добавляем сюда сахар. Возьмем немного ванильного сахара. Я очень люблю вот такой с натуральной бурбон-ванилью. Аромат просто фантастический. Теперь включаем миксер и будем все хорошо взбивать. Количество сахара можно сократить до 50 грамм. Но как по мне, выпечка и так получается не очень сладкой и хорошо сбалансированной. Масло у меня мягкое, поэтому очень быстро и легко соединяется с сахаром. Взбиваем недолго, буквально пару минут. Нам нужно получить вот такую однородную массу. Сахар должен хорошо перемешаться с маслом в кремообразную консистенцию. Теперь, не прекращая взбивать, будем по одному вводить яйца. Нам нужно всего 3 яйца. И дальше продолжаем хорошо взбивать. Здесь главное не лениться и взбивать до полного растворения и размешивания всех ингредиентов. Чтобы у вас сразу получилась однородная масса. Добавляем еще одно яйцо. И опять все хорошо взбиваем. Этот процесс самый важный в приготовлении этого кулича. Если вы хорошо собьете яйца с сахаром и маслом, тесто у вас получится очень нежным, пористым и хорошо поднимется. Взбиваем еще пару минут, вот до такого состояния. Масса чем-то напоминает майонез или соус. Убираем пока яичную массу в сторону. Берем муку. Нам нужно 250 грамм. И добавляем разрыхлитель. Но можно взять и соду. Немного соли. И все хорошо перемешиваем. Очень важно хорошо перемешать разрыхлитель с мукой. Теперь нам понадобится творог. 200 грамм будет вполне достаточно. Еще один совет. Чтобы выпечка получилась легкой и воздушной, творог лучше взять немного суховатый. Вот такой как у меня. Теперь будем добавлять творог в нашу яичную смесь. Будем делать это порционно. Не весь творог сразу и постоянно хорошо взбивая. Чтоб творожные комочки разбивались и масса получилась однородной. Если вы будете вводить творог по чуть-чуть, вам его совершенно не нужно будет перед этим блендерить или протирать через сито. Нам же нужно сделать все быстро и не усложнять. Теперь добавляем мучную смесь тоже порционно. И обязательно ее нужно просеять. Ложкой или лопаточкой хорошо перемешиваем. Масса у нас маслянистая и мука очень хорошо смешивается. Поэтому миксер нам не нужен. Главное хорошо вымешивать будущее тесто, чтобы оно стало однородным. Я разделила муку примерно на 3 части и по чуть-чуть просеивая добавляю. Осталась еще одна порция муки. Хорошо перемешиваем и уже практически все готово. Тесто получается густым, но не плотным. Сильно долго его вымешивать тоже не нужно. Вот такое тесто у нас должно получиться. Мягкое и очень эластичное. Высыпаем в него 150 грамм вяленой клюквы. Можно взять и другие сухофрукты, которые вы любите. И очень аккуратно, но равномерно вмешиваем все в тесто. Тесто абсолютно не сложное. Делается все очень быстро. И если нет времени возиться с дрожжевым, это просто незаменимый вариант. Все, наше тесто готово. Берем теперь формочки для куличей. Я решила сделать их небольшими и взяла вот такие вот формочки. Аккуратно теперь ложкой будем выкладывать наше тесто. Формочки я ничем не смазываю, так как они у меня пергаментные. Это очень удобно. Не нужно потом возиться с мытьем посуды. А куличи в них отлично пропекаются. И потом очень легко бумажные формочки снимаются. Все получается очень быстро. Важно разделить тесто порционно таким образом, чтобы в каждой форме было примерно одинаковое количество. Можно, конечно, взвесить на весах, но я делаю это на глаз. Обязательно, когда наполните форму, постучите немного ею по столу, чтобы тесто равномерно распределилось и не было пустот. Полностью их заполнять тоже не нужно. Тесто очень хорошо поднимется. Вот так будет вполне достаточно. Отправляем теперь наши куличики в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Посмотрите, как хорошо они поднялись. Проверяем кулич на готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Проткните выпечку в самом высоком месте. Если лучина выходит сухой, творожные куличи готовы. Даем немножко остыть и освобождаем их от формочек. Делается все очень легко и быстро. Тесто к формочкам не пристает и куличи получаются целенькими и красивыми. Пока куличи полностью остывают, давайте сделаем глазурь. Для нашего кулича будем готовить классическую белковую глазурь. Глазурь по этому рецепту всегда получается очень пышная, не оседает и не стекает. Она смотрится очень нарядной белоснежной шапочкой на румяных куличиках. Итак, нам понадобится белок от одного яйца, сахарная пудра и сок половинки лимона. Белок нужно хорошо взбить до образования пены. Я буду взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Когда вы увидите вот такую пышную пенку, можно постепенно добавлять сахарную пудру. Взбивайте на средней скорости. Теперь выливаем сок половины лимона. Можно заменить на лимонную кислоту, но с настоящим соком и вкуснее, и намного полезнее. Постепенно, добавляя сахарную пудру, приготовим глазурь желаемой нам густоты. Посмотрите, какая пышная глазурь у нас получилась. Такого количества точно хватит для украшения 3-4 средних куличей. Теперь берем лопаточкой нашу меренгу и аккуратно покрываем верх кулича. Равномерно распределяя глазурь по всей поверхности. Она получается абсолютно не жидкая и с ней очень удобно работать. Главное, не жалейте, покрывайте куличи обильно. Так будет намного вкуснее. Ох, до чего же это все ароматно и чертовски аппетитно. Посмотрите на эту красоту. Глазурь очень хорошо держится и не стекает. Теперь остался последний штришок. Сверху каждый кулич можно украсить пасхальным декором. У меня вот такой вот сахарный традиционный вариант. Вы же можете украсить абсолютно по-разному, на свой вкус. Можно добавить разные фигурки, орешки или сухофрукты. Здесь все зависит только от вашей фантазии и желания. Мне же больше всего нравится вот такое простое оформление. Но до чего же оно красиво вышло, просто нет слов. Посмотрите какие они красивые. Тесто увеличилось практически вдвое и абсолютно без дрожжей. Очень простой и быстрый рецепт. Если честно, это уже мой самый любимый рецепт пасхальной выпечки. Очень рекомендую приготовить. А посмотрите какие они в разрезе. Невероятно нежное и пористое тесто. А этот аромат просто невозможно передать словами. Посмотрите какое оно пористое и воздушное. Тесто совершенно не крошится. Получается не сухое и чертовски вкусное. А главное делается все проще простого. Обязательно стоит приготовить, чтобы окончательно удивить своих родных и друзей. Я и моя семья просто влюбились в это тесто. Очень нежное, пушистое и невероятно ароматное. Как приготовите, обязательно напишите мне в комментариях, как вам такой вариант. Буду очень ждать ваших отзывов. Я уверена, что эти бездрожжевые творожные куличи порадуют вас своей воздушной и пористой структурой, нежным ароматом и просто волшебным вкусом. Обязательно приготовьте и порадуйте свою семью. Спасибо, что смотрели это видео и были со мной. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если рецепт вам понравился. И конечно же делитесь со мной своими фотографиями в инстаграм. Готовьте на здоровье и приятного аппетита! Пока-пока!